Что обсудили Владимир Путин и Александр Лукашенко? Новый герой нашего времени. Нам приятно, что вся работа, которая ведется Казанским федеральным университетом, масштабная, комплексная работа была отмечена. Первые игры будущего в Казани. Расскажем секрет, как выбрать ёлку. Всем привет! В эфире Универ Ньюз, а в студии Диана Батарчина. Встреча лидеров союзного государства. О том, что обсудили Владимир Путин и Александр Лукашенко, расскажет наш корреспондент. В Минске в расширенном составе состоялись переговоры президента Российской Федерации и Республики Беларусь. На встрече главы государств обсуждали различные вопросы, связанные с экономическим и политическим положением двух стран. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что главными темами его переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным были не энергоносители, а развитие промышленности и равные условия работы на рынке союзного государства. Нужно отметить, что против обоих государств действуют многочисленные западные санкции. И в этой связи, конечно, два наших государства, они не могут не укреплять свои двухсторонние отношения. Также президент Беларуси отметил, что вторым вопросом на белорусско-российских переговорах в Минске были поставки энергоресурсов из России в Белоруссию, ценах на них и объемах поставки, а также реализации белорусских нефтепродуктов. В принципе, экономическое сотрудничество является одной из основ для того, чтобы отношения между нашими странами успешно развивались. Стороны говорили и о грузоперевозках, в том числе и каботажных. Напомним, Путин заявил, что в Москве нет планов поглощения России и Белоруссии. По его словам, белорусско-российские переговоры в расширенном составе были результативными. В частности, Россия согласовала основные параметры по ценам на российские энергоресурсы для Белоруссии. Лукашенко назвал укрепление связей с Россией естественным ответом на ситуацию в мире. Амир Ахтямов, Универньюс. Прошла церемония награждения республиканского конкурса «Герой нашего времени». Кто был награжден из представителей Казанского федерального университета, узнаете далее. 19 декабря прошла торжественная церемония награждения лауреатов Республиканской общественной премии «Герой нашего времени». В рамках этого проекта традиционно чествуют людей, которые совершили героические поступки в обычной жизни, не оставили без внимания острой ситуации. От Казанского университета была награждена Гульнас Морданова и ее штаб гуманитарной помощи. Мне приятно, что наш Казанский федеральный университет был отмечен на таком высоком уровне, в рамках такой важной премии «Герой нашего времени». И нам приятно, что вся работа, которая ведется Казанским федеральным университетом, масштабная, комплексная работа была отмечена. Напомним, что гуманитарный штаб «Мы вместе» был создан на базе Казанского федерального университета и направлен на сбор гуманитарной помощи. Студенты и преподаватели Казанского университета начали сбор гуманитарной помощи для Мариупольского университета еще во второй половине сентября. Начало акции было инициировано Елабужским институтом КФУ. Мы вместе отправили более 400 килограмм гуманитарной помощи Лисичанску, Донецку и Мариуполю. Студенты собрали продукты, констовары, лекарственные препараты, бытовую химию, настольные лампы и два принтера, которые помогут нуждающимся не только в обычной жизни, но и в учебе и на работе. Помимо отправленного груза, Казанский университет ведет сотрудничество с Мариупольским университетом. Сюда входит обмен опытом и образовательная система для 100 детей из пяти городов ДНР в лагере «Болевестник». В рамках работы нашего гуманитарного штаба было собрано порядка 400 килограммов гуманитарной помощи, которая была передана на республиканский склад. Наши ребята, студенты, добровольцы также работали на республиканских складах, на городских складах в рамках движения Ярдемьенеша и оказывали помощь при сортировке, при упаковке гуманитарного груза. И в целом работа Казанского федерального университета, она масштабна, она комплексна в этом направлении. Поэтому для нас очень важно, что вся эта проведенная работа была отмечена. Свою работу конкурс «Герой нашего времени» начал в 2013 году. С каждым годом число участников растет. В этом году награду достоились 66 человек, 11 предприятий, организаций и районов Татарстана. Аделина Амдрахманова, Александр Кузнецов, Универ Ньюс. Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении первых в мире игр будущего в столице Татарстана. О том, что ждет участников игр, узнаете в нашем сюжете. Первые в мире высокотехнологичные игры будущего, которые объединяют спортивные дисциплины в реальном и виртуальном мире, пройдут в феврале 2024 года в столице Татарстана. В сентябре 2021 года вице-премьер Дмитрий Чернышенко презентовал «Игры будущего» – аналог олимпийских игр, которые объединят в себе самые современные и технологичные виды спорта. И вот спустя год на Петербургском международном экономическом форуме объявлен город, в котором мероприятие состоится впервые. Первые игры будущего пройдут в Казани. Ура! Отметим, что в этом году в Казани впервые прошли фиджитал-игры – международный турнир, сочетающий киберспортивные дисциплины со спортивными соревнованиями. Именно они и были тренировкой перед играми будущего. Понимаешь, что по фиджитал-играм мы постоянно это говорим, уже стали евангелистами вот этого фиджитал-образа жизни, когда киберспортивная часть и физическая часть, они идут руко-оборку, и киберспортсмен должен повторить, реплицировать свои, значит, вот, скиллы в физической части, и наоборот, физические спортсмен должны точно так же прекрасно плавать в киберспортивной части. Вот, мы, соответственно, сегодня такой венчур, знаете, такой стартапчик у нас в рамках этих тестовых мероприятий, потому что мы первый раз в мире, наверное, я вас всех с этим поздравляю. Фиджитал-игры проходили с 24 ноября по 10 декабря. Всего в трех дисциплинах приняли участие 52 человека. Участники состязались в таких направлениях, как фиджитал-гонки, фиджитал-единоборство и фиджитал-хоккей. В самом деле физическая подготовка уже стала неотъемлемой частью киберспорта. Слова «здоровом теле, здоровый дух» — это не просто слова, для киберспорта это аксиома. Дело в том, что многие профессиональные команды имеют в своем штате не только спортивных психологов, но и фитнес-инструкторов. Здесь мы не изобретали велосипед, мы взяли пример шахматистов. В середине прошлого века они добавили в программу подготовки своих спортсменов физические нагрузки. Их результат вырос до 40%. Где важна скорость реакции, это играет роль, которую невозможно переоценить. Поэтому те команды, которые первые интегрировали физическую подготовку в программу подготовки своих спортсменов, они начали побеждать на соревнованиях, а следовательно зарабатывать деньги. В нашем капиталистическом мире это является очень важным мотивирующим фактором. Как следствие, все остальные команды стали перенимать этот опыт. К участию в играх будущего приглашаются профессиональные спортсмены клуба из разных стран мира, которые готовы помериться с силами в формате фиджитал, а значит продемонстрировать не только свою физическую подготовку, но и навыки в цифре. Все 16 соревновательных дисциплин поделены на 5 категорий или челленджей. Спортивный, тактический, боевой, технический и челлендж прохождения игр на скорость. Адалина Абдрахманова, Универ Ньюс. Выбор главного новогоднего атрибута – елки. Один из самых животрепешущих накануне праздника. Где найти подходящее дерево и как его выбрать, расскажет моя коллега Маргарита Михайлова. В самый разгар подготовки к грядущему празднику так или иначе у многих возникает вопрос. Как выбрать новогоднюю елку и где ее купить? Ежегодно в Матюшинском лесничестве продается более 500 деревьев. Помимо этого ели завозятся из других регионов. Легально елку можно купить в лесничестве или в специализированном питомнике. Как раз сейчас уже самый разгар. После 15 декабря люди уже покупают, люди уже ставят. За две недели обычные уже новогодние ели очень хорошо, активно продаются. Эксперты отмечают, что спрос на новогодние елки не падает. При этом покупка дерева прямо из питомника становится только популярнее. Многие приезжают сюда с семьей, чтобы посмотреть, как выглядят плантации. В основном на продажу уходят лишь верхушки елей. В итоге их длина в среднем составляет около полутора метров. Цена варьируется в зависимости от длины и сорта. В этом году цены на новогодние деревья начинаются от 500 рублей. Они сами приезжают, хоть здесь выбирают свою елку, выбрали, они выбирают, увозят. Или же у нас есть пункты, например, в конторе лесничества. Оттуда тоже могут приехать, выбрать себе новогоднюю ель и забрать. Так называемые новогодние плантации создаются за 5-10 лет. Деревья выращиваются в тех местах, где их в любом случае придется вырубить. Например, под линиями электропередач. Часть деревьев выкапываются для городского озеленения, а часть остается под новогоднюю вырубку. На рынке, как правило, продается три вида деревьев. Ель европейская, ель колючая голубая и сосна. Перед покупкой важно определить, свежесрубленное ли дерево. Многие продавцы привозят товар со склада, где до этого елки пролежали около месяца. Эксперты подчеркивают, чтобы не разочароваться в покупке, важно провести небольшой тест. Приведите ладонью по ветке. Все иголки должны остаться на месте. Обратите внимание на цвет хвои. Он должен быть насыщенным. Помимо этого, при легких механических воздействиях ветки ломаться не должны. Вырубка елей и сосен с плантационных посадок значительно не изменит экологическую обстановку на данной территории. Потому что эти посадки специально созданы. Вырубки деревьев все-таки из дикорастущих сообществ. То здесь, конечно, это может значительно повлиять на строение и экологические особенности сообщества. Напомним, что нелегальная вырубка деревьев не только вредит экологии, но и карается штрафом в размере от 3 до 4 тысяч рублей для физических лиц. Для должностных лиц от 20 до 40 тысяч рублей. Для юридических от 200 до 300 тысяч рублей. Маргарита Михайловна, Фариза Хитаглы, Универньюс. 19 декабря в деревне Универсиады прошло награждение представителей Ассоциации студентов в деревне Универсиады за активное участие в общественной деятельности Казанского федерального университета на протяжении календарного года. Самые яркие представители студактива получили памятные подарки. Студенты Казанского федерального университета стали победителями всероссийского конкурса «Твой ход». Конкурс проходил при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Федерального агентства по делам молодежи и Федерального агентства по туризму. Его организаторами являются ОНО «Россия. Страна возможностей» и Национальная лига студенческих клубов. Несколько студентов получили туристические путевки по программе «Больше, чем путешествия», а грант 340 тысяч рублей на реализацию своего проекта получила Инделя Шакирова. На этом все. В студии была Диана Батышина. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!